Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, весна перевалила за экватор, причем перевалила бодро, погода у нас замечательная, весенняя, а кто даже скажет, не весенняя, а почти летняя. И о чем поговорить, конечно, как не о даче. Я уверен, что любители покопаться в шести сотках, а у кого-то может не в шести, а даже в двенадцать. Уже ждут, не дождутся, когда окончательно просохнет почва, и может будет схватить лопату и вперед что-нибудь там покопать, повозделывать. Об этом мы сегодня поговорим с гостями в студии, хочу их представить. Это Светлана Кузнецова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры ботаники и улоговых систем нашей Тверской государственной сельхозакадемии. И ее коллега Максим Павлов, тоже кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрохимии и земледелия Тверской нашей государственной сельхозакадемии. Максим, добрый день. Добрый день. А вы, дорогие телезрители, можете задавать вопросы 300, 190, у нас прямой эфир. Если вы как раз тот самый дачник, то у вас есть прекрасная возможность у профессионалов спросить, какие-то советы получить наверняка. Потому что я уверен, что не все уже все расчертили, где что посадить и что как будет точно у них расти, еще не все, может, кто-то еще думает, что посадить, какие, опять-таки, может быть, сорта посадить, там клубники или там картошки и так далее. Поэтому 300, 190, звоните, задавайте ваш вопрос, у вас прекрасный, еще раз говорю, возможность не у соседки, которая вроде как знает, а может быть не знает, а у профессионалов посадить. Тем более, как я у них до эфира спросил, у них тоже есть дачи, то есть они никакие не диванные теоретики, они практики, то есть они практикой занимаются не только в сельхозакадемии, как известно, в нашей сельхозакадемии там целые поля есть, не так давно был там, поэтому все это видел. Наша сельхозакадемия, к слову говоря, получила теперь полный сертификат, насколько я понимаю, так что у нас самые профи сидят, поэтому звоните 300, 190. А я хочу задать первый вопрос, действительно, весна сейчас очень набрала ход хорошо, тепло, летние даже температуры были, помните, под 20 градусов и так далее. А верно я, как обыватель, понимаю, что может быть и сезон начнется пораньше в этом году? Ну, как показывает практика, и сейчас, если посмотреть по прогнозу погоды, что у нас намечается в ближайшее время похолодание. Очередное похолодание. Да, очередное похолодание. Да, к сожалению, но мы, жители Тверского региона, к этому привычны, что у нас есть возвратные холода, и поэтому спешить высевать какие-то ранние культуры, наверное, еще преждевременно. Дождемся первой декады мая, когда начнется у нас, когда вот обычно в этой сроке, первой декады мая, мы начинаем высевать холодостойкие культуры. Хотя некоторые, я знаю, что уже посеяли зеленые какие-то в теплице, редис, салат для того, чтобы получить более раннюю продукцию. Но для открытого грунта лучше немножко подождать на ближайшее время. Максим, ну, все-таки ведь известно, что дело не только в температурах, а элементарно просохла почва. Что сейчас можно сказать в этой связи? Потому что у нас вроде как зима была в этом году, вопреки прогнозам скептиков прошлогодним, что все, больше русской зимы не будет. Снег мы только увидим по телевизору или в холодильнике, у кого плохо морозилка работает. Но в этом году зима была вполне, я считаю, приличной, и даже в марте нам подсыпала. В этой связи, мне кажется, почвы, наверное, еще не просохли или как? На самом деле, да, прежде чем приступить к каким-либо работам, то есть к посеву или посадке культур, почва должна, так сказать, поспеть, да, то есть должна наступить физическая спелость почвы. То есть когда ее при, то есть если мы будем ее обрабатывать, чтобы у нас после этого оставались небольшие какие-то глыбы, да, а равномерно, то есть почва крошилась, да, и, соответственно, растения, которые мы посеем, посадим, они при прорастании имели доступ воздуха достаточный, да, то есть и спокойно могли давать всходы и развиваться. Ну и кроме того, хотелось бы тоже добавить к тому, что сказал Светлана Николаевна. Ну, значит, по температуре, значит, сейчас, несмотря на то, что вроде как днем тепло, да, то есть вечерняя, ночная температура, она все равно остается еще достаточно прохладной, да, то есть нужно дождаться еще не только, так сказать, дневного, да, но и так, чтобы среднесуточная температура вышла на оптимальный уровень и, соответственно, чтобы наступила физическая спелость почвы. Ну, как можно, кстати, проверить физическую спелость почвы? Может, кто-то только дачу забирает, заводить, и человек вообще не профессионал? То есть вполне на некоторых более возвышенных участках сейчас уже могла наступить эта стадия, то есть как-то проверить. Можно взять комок почвы, да, сжать его так слегка и бросить, да, если он так рассыпается свободно, да, раскрашивается, то физическая спелость наступила, да, если он падает, да, как есть, как кусок глины, да, какой-то, то, соответственно, пока еще работать рано, да, проводить какие-то сельхозработы. Максим, а вот касаемо почвы, верно я понимаю, что у нас вот тверских жителей участь такая постоянная удобрять, ну, потому что есть, знаете, регионы, там наше Черноземье знаменитое, Башкирия то же самое, где вообще люди говорят, да мы знать не знаем, что такое навоз покупать, потому что такой чернозем, такая жирная почва, что даже близко ничего не нужно носить. А у нас вот здесь сероземы, и мы обречены на то, чтобы покупать постоянно либо навоз, либо торф, либо еще что-то. Ну, у нас на самом деле, да, у нас почвы дерновоподзолистые в основном, да, в нашем регионе не отличаются сильным, большим содержанием органического вещества и, естественно, большим плодородием. Поэтому у нас, да, имеет смысл подкармливать, ну, с осени вносить органические удобрения, да. Ну, вот сейчас, поскольку, то есть, чтобы нам успеть, если не было внесено никаких удобрений, то сейчас весной лучше вносить минералку, да, то есть, там, например, либо азофоску, да, комплексное удобрение, либо можно, там, аммиачный селитр, да, если больше азотом подкормить растения. А пресловутый грузовик навоз надо покупать? Или торфа? Ну, в принципе, можно, да, но органическим удобрением им еще нужно, скажем так, время, чтобы вещества минеральные, которые входят в его состав, да, поскольку растения поглощают у нас не органические вещества, да, а минеральные именно, то есть, вещества должны минерализоваться, то есть, органика, то есть, азот, соответственно, должен перейти в аммиачную или нитратную форму, да, ну, и там другие, соответственно, элементы аналогичным образом, да. То есть, можно сейчас также применять, но нужно иметь в виду, что какое-то время еще должно пройти, прежде чем, скажем так, это удобрение будет, его потенциал будет реализован, да, поэтому обычно их вносят с осени, то есть, чтобы за зимой произошла минерализация, и уже растения потом получили вещества. А как человек визуально определить, что вот навоз, который он купил, вот он, что называется, как-то почва, как созрел? Визуально как можно определить? Есть только по степени разложения растительных остатков, то есть, навоз мы чаще всего покупаем, да, то он, это не чистое, то, что выходит из-под животного, грубо говоря, а уже с подстилкой. То есть, если животное правильно содержится, должна обязательно быть подстилка. Это солома, сено, остатки сена, опилки. И тогда, когда естественное выделение животных перемешивается с этой подстилкой, тогда уже будет складываться как раз-таки разложение органического вещества, тепло, разложение, и потом как раз переходит ту форму, которая необходима потом будет для растения. То есть, правильно, лучше всего навоз принимать не свежий мы вносим, да, а перепревший навоз. То есть, если мы сейчас, у нас такая появилась возможность купить навоз, да, тогда лучше его складировать, то есть, просто положить, желательно не на землю, а на те же самые, может быть, солому постели или сено, любые другие растительные остатки, которые у нас только есть, положили навоз и накрыли его пленкой со всех сторон, а положили камнями, чтобы не было доступа воздуха. В этот момент происходит там дальнейшее разложение органического вещества, и когда мы уже будем вносить его в осень, тогда это растение и лучше будет усваиваться, и он там быстрее перепреет уже в земле и разложится, чтобы был доступен для растений. То есть, сейчас из-за органического удобрения желательно принимать не навоз, как нам привычный, а то, что вы заложили на своем участке компост, компостный ящик, компостные ямы, по-разному все делают, то есть те же самые растительные остатки, только растительные остатки, может быть, какие-то очистки картофельные, любое, то, что именно растительного происхождения. С добавлением еще можно для лучшего разложения добавить аммиачную селитру, посыпать прям. И есть такое средство Байкал, да, для лучшей, опять же, мерализации вот этого органического вещества. И если сейчас начать закладывать вот эти растительные остатки, те же самые, то, что убираете на участках, то к осени уже будет готов у вас перегной. Замечательнейший, тот, который растения уже легко будут впитывать своими корнями, через, естественно, растворенном виде. И растения, если подкормить таким перегноем осенью, они уйдут уже более хорошо подготовлены для перезимовки. Это тоже как один из факторов, чтобы пережить нашу такую холодную зиму, когда она иногда бывает очень часто. То есть лучше на это надеяться, чтобы растения ушли сильными. Им нужна необходима подкормка, в том числе не только сейчас, как мы сейчас подкормим азотными удобрениями, в большинстве случаев азотно-фосфорными, а и чтобы были только не эти вещества, но и все, которые содержатся в натуральном органическом веществе. Спасибо большое, мы приезжаем. У нас реклама, 3 минуты, не переключаясь, мы сегодня говорим о даче. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о даче, так что звоните 300-190. У нас в гостях преподаватели нашего Тверского замечательного вуза и в Сельхозакадемии, поэтому если вам нужны профессиональные советы, звоните, потому что они, знаете, рассказывают очень много интересного. Все-таки снова в продолжение разговора о почве. То есть, скажите, верно я понимаю, что вот эта тактика, когда мы по весне покупаем навоз, а может даже не по весне, пусть с осенью, но все равно, тем не менее, когда сажаем по весне картошку, в каждую лунку надо кинуть лопату удобрения. Это что, неправильно? В данном случае, если мы говорим про свежий навоз, его под картофель ни в коем случае уносить нельзя, ни в коем случае, потому что это первое... Сгорит? Сгорит, ладно. А это первая причина парши. Это заболевание картофеля, когда у вас не ровный, получается, клубень, не с ровной кожурой, а как будто шершавый. Называется парша. Да, она не проходит внутрь клубня, но нарушается внешний облик клубня, и она будет не товарной, так это называемой, товарной. Я ее не продавать собираюсь-то вообще. Ну, то есть себе кушать можно, но и паршивая, так называемая, картофель, зараженный паршой, будет потом и хуже храниться. Поэтому под картофель нужно носить только перепревший навоз. Прошлогодний? Прошлогодний. Нормально. Тот, который или же, как Максим Николаевич правильно сказал, что мы навоз несли с осени, перекопали большими комами в земле, это тоже необходимое условие, и уже весной сажаем картофель. Да, картофель вам скажет на это спасибо. Тоже говоря о перекопке, а сколько вот по уму надо перекапать? Я помню, мы перекапали в сумме, я считал, за год четыре раза. Один раз перекапываешь просто, потом, по сути, когда ты сажаешь, ты тоже, по сути, перекапываешь. Третий раз картошку, если говорить, ты перекапываешь по факту, потому что ее выкапываешь. И четвертый раз перед зимой еще раз ты ее перекапываешь, все. Максим? Ну, картофель на самом деле любит, скажем так, чтобы... Часто землю ворошили или как? Ну да, не то, что часто землю ворошили, а любит воздух, проще говоря. И, то есть, чтобы была аэрация, так называемая, то есть поступление кислорода, как раз перед посадкой непосредственно желательно хорошо землю перекопать. И дальше, впоследствии, обязательно не забывать рыхлить, подокучивать, чтобы тоже таким образом верхний слой у нас рыхлился, и растения получали, соответственно, доступ воздуха. Или же можно себе для того, чтобы немножко облегчить работу, да, с осени перекапывается, оставляется большие коми из земли, для этого нужно для накопления снега, влаги, или того, чтобы промерзлась земля для уничтожения вредных насекомых, которые зимуют в почве. А на следующий весной можно, в принципе, не перекапывать, но нужно почву разрыхлить. Есть такой прекрасный инструмент под названием трезубец. Это вот такие три железных штыря, которым как раз-таки, а если мы дожидаемся физической спелости почвы, то есть земля хорошо рассыпается с комки, то процарапывают вот этим трезубцем рыхлая земля, и копать уже не нужно. Тем более, если мы сажаем, можно сажать, мы знаем, да, можно сажать в ямки, борозду, картофель, можно сделать проще, опять же, для того, чтобы себе немножко облегчить. Тут намечаем рядки с помощью шпагата, то есть, получается, разрыхлили землю, размечаем рядок, вносим залу обязательно, потому что картофель очень любит калий, с учетом того, что мы осенью закопали туда перегной, или же вносится навоз. Если нет, то можно разложить перегной, затем перемешиваться с землей, опять же, трезубцем, и укладывается картошка через определенный расстояние, 25-30 сантиметров, обычно мы так. И уже, то есть, картофель лежит на земле, на грунте на ровном, и тогда можно сделать уже сверху, насыпаем земли, как бы ее окучивая, но не слишком большим слоем земли. Но, правильно, картофель любит очень аэрацию, то есть воздух, и образуются дополнительные клубни на столонах, это растает как раз-таки от стебля подземного, и тогда мы, получается, окучиваем картошку 2-3 раза в сезон. Причем раннюю картошку обычно окучивают 2 раза, поздние спелые сорта окучивают 3 раза. То есть, нагребая сверху, мы стимулируем образование дополнительных клубней картофель. И еще тем самым, когда делаем эти бугорки, уничтожаем сорняки, и получается у нас что еще? И хорошо, и земля, опять же, для аэрации. Это самое главное, картофель это очень-очень любит. И при необходимости, конечно, если смотрим по состоянию растений, что они такие вяленькие, то можно подкормить потом минеральными удобрениями. Плюс полив. И, если необходимо, полив. В зависимости, как раз-таки, полив картошки можно осуществлять по бороздам, потому что, когда набираются вот эти бороздки, у нас остается внизу бороздки, и как раз по ним можно запускать воду. Но при необходимости, если жаркое лето, картофель тоже не откажется от полива. Если будет жарко, он не вырастет. При подсыхании в любое время, поскольку картофель достаточно влаголюбивая культура, я бы так сказал. То есть полив лишним не будет никогда. Да. Ну, разве что, если совсем там влажно, идут дожди. Или же как? Если у нас почва на участке песчаная, то есть песок, песок очень быстро пропускает воду. То есть картофель не успеет... Если глинистые почвы, суглинок у нас чаще всего, то так поменьше будем поливать. То есть, опять же, смотрим на свой участок. Нужно знать свой участок, какие там почвы. Желательно, конечно, знать еще минеральный состав почвы. Опять же, можно сдать, взять. А когда, вот вы говорите, если знать обычный человек, как он нужно это узнать? Ну, в данном случае мы каким-то образом, химическим способом дома определить. Мы невозможно содержание фосфора, калия, азота, содержание гумфса. То только у нас единственный вариант, можно взять почву свою и отнести на агрохимический анализ почвы в лабораторию. Куда? В лабораторию. Ну, например, у нас сахаров есть лаборатория. Агрохимический центр. То есть к вам можно приехать? Не в Академию, а агрохим-центр. У нас сахары находятся по Василевскому номеру, улице Василевского, дом 3. Приезжайте, там нужно килограмм почвы. Вот эти как раз я могу сказать, что в прошлом году 4 показателя, фосфор, калий, гумфс и PH, кислотность почвы можно было определить за полторы тысячи. Но дело в том, что если мы планируем в дальнейшем серьезно заниматься своим выращиванием плодов ягодных культур, овощных, то лучше сделать такой анализ. И будем точно знать, что нам необходимо носить под каждую культуру. И тем более мы, Тверская область, регион находится в зоне повышенной кислотности почвы. И рискованного земледелия. Рискованного земледелия, потому что у нас в начале по поводу кислотности, что пониженная кислотность. Как бы мы ни вносили удобрения, если пониженная кислотность, корни не могут впитывать питательные вещества. И поэтому необходимо известковать. Это несение доломитовой муки, разбросать по участку осенью и перекопать. Но правда, единственное, что нельзя одновременно наносить доломитовую муку, например, и навоз. Они несовместимы. Нужно хотя бы несколько дней между несением. Потому что они другими не очень любят общее соседство. А по поводу рискованного земледелия, что мы знаем у нас... Что у нас вообще хорошо растет? Все халтостойкие культуры. Ну, это... А какие у вас... Скажите, какая у вас культура больше интересует? Мы скажем. Народ вот интересует. Ну, смотрите, что традиционно. Картошка нормальная, да, сажать? Да. Морковь? Да. Лук? Да. Капуста? Да. Свекла? Свекла. Замечательно будет расти. С тыквенными, поэтому чуть попозже высаживаем. То есть любые тыквенные огурцы мы сажаем или в теплице, да, если это открытый грунт, то все равно вначале делаем парники, а потом можно их приоткрыть. Если это тыквенные какие-то, патиссоны, кабачки, что вас больше там еще интересуют, тыквы, наши традиционные культуры, то необходимо все равно в начальной стадии их укрывать. А потом уж, когда они перерастают через определенные любые укрытия, уже потом растут как в открытом грунте. Максим, а как вы относитесь, вот помидоры, вот есть сорта, которые, дескать, в теплице не требуют? Я сколько видел, все равно они, мягко говоря, выглядят не так, как помидоры, которые растут в теплице. Да, разумеется, в теплице у нас помидор получает больше тепла, то есть больше там получается сумма активных температур за сезон, и, разумеется, урожай будет выше. Но, тем не менее, все равно у нас есть, собственно, возможность выращивать помидоры в открытом грунте, хоть и с более низким урожаем, но, тем не менее, если это сорт, который предназначен как раз для открытого грунта, если его проводить обработку от болезней, то, в принципе, у нас вполне себе хорошо можно выращивать помидоры и в открытом грунте тоже. Только, опять же, будет зависеть уход. В смысле, для теплицы обычно берут так называемые индетерминатные томаты, то есть те, которые имеют высокий, неограниченный рост, могут вырастать, в принципе, до высоты теплицы и будут расти дальше. Да, это индетерминатные. Для открытого грунта обычно используют детерминатные, то есть те, которые имеют ограниченный рост. Они по биологии вырастают не больше одного метра. Да. И самое главное в том, что для того, чтобы, опять же, получить какое-то урожай, необходимо проводить прием пасынкования, то есть убираем релечные пасынки. И, в принципе, в наше, даже в прошлое лето, и было не совсем оно жаркое, у меня прекрасно выросли такие помидоры открытого грунта, как Катя, Меришта, Анюта. То есть достаточно могут расти, но, правда, немножко тут надо пометить, потому что в начальной стадии все равно нужно придется укрывать, потому что в нашей зоне могут быть заморозки, как показал один год, до 16 июня, и могут начаться заморозки 15 августа. Это наша климатическая норма. Здесь природу мы никак обмануть не можем. Поэтому называется зона рискованной земледелия. Максим, а вот если тем, кто обращается к тем, кто пытается обмануть природу нашу и пытается, к примеру, вырасти, или собирается посадить там совсем такие южные культуры, типа там виноград, дыня, арбуз и так далее. Что можно сказать? Ну и такие культуры тоже есть опыт выращивания, в принципе. Тут опять же нужно смотреть. Без оптимизма это произнесли. Да, но тут уже в данном случае на какой-то большой, даже, может быть, средний урожай рассчитывать не приходится. Но если так чисто для себя, как говорится, вырастить, то вполне, в принципе, можно. И такие тоже культуры. Тем более вот виноград. Сейчас есть, у нас на Дальнем Востоке растет в Диком Викте виноград амурский, который также дает ягоды, там используют его чисто на винное изготовление вина. В настоящий момент появились сорта виноград винный, так называемые наши, те, которые мы потребляем, для ягод, то есть для, как у нас идет, как фрукт, и для производства вина. Есть сорта, то есть виноград винный и виноград амурский. Вот эти сорта наши, они морозостойкие и могут вырастать без укрытия в нашей зоне. То есть, например, у меня в участке растет виноград амурский, который чистый, как лиана. То есть мы не используем ягоды для переработки какой-то, просто закрывает, очень хорошо растет, никакого укрытия однозначно, высокий, то есть закрывает чисто, как от создания тени. Но вот по поводу того, что тоже захотелось мне вернуться обратно к винограду, стало интересоваться, то есть можно найти сорта, которые являются гибридами между нашим, наш так называемый, культурным виноградом и амурским, который будет расти в нашей зоне без укрытия. А на вкус, у меня просто есть знакомые, которые как раз уверяют, я лишь не пробовал, но они уверяют, что у меня вот виноград растет, вот просто один в один, то есть есть можно, смысле не как, вот вы на маскировке от соседей, а вот такую можно вырастить? Да, например, есть самый новейший, самый-самый сладкий сорт, вот как раз таки гибридная, это памяти тура Хейрдала, это новее, там содержание сахара 25%, то есть он самый-самый и морозостойкий, то есть есть такие появились, просто нужно будет, нужно их искать, найти можно, опять же есть в Москве институт питомниководства и садоводства, они предлагают очень большой ассортимент, вот в том числе всяких разных новинок, которые интересуют покупателей, они, естественно, под это подспасаблятся, чтобы захотелось экзотику, пожалуйста, покупайте и выращивайте. А дынь и арбуз? Вот с дыней и арбузом у меня опыта не было, я... А вы, Максим, тоже. Ну, в размерах, скромные достаточно размеры, далеко не такие, как в магазине, да, ну, примерно, наверное, может, такие какие-нибудь... Маленькие, потому что, мы говорим о том, что дыни и арбузы, они относятся к жаростойким культурам, то есть им для созревания необходимо повышенная положительная температура, то есть 35 градусов и на солнце, именно чтобы солнечное было тепло. В теплице нет, в теплице не те условия складываются, там все равно влажность, даже как бы мы не проветривали, то есть им нужно полежать, прожариться на солнце для формирования определенного количества сахаров, чтобы они были сладкие. Но когда, естественно, если кто-то вырастет, вот такой арбузик, да, что я сам вырос, но если это человеку, что он очень-очень-очень, ему нравятся такие, то, считай, тоже можно выращивать. Для души, так сказать. Да, для души, но чтобы получился именно то по вкусу, как южные арбузы, к сожалению, для нашей территории это... Хотя, хотя могут, может быть, опять появятся потом в дальнейшем какие-то гибриды, Как у вас в памяти турок и родов. Да, 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 да. То те, которые могут позволить выращивать и в нашей зоне довольно прохладным регионам, чтобы выращивать такие растения. Пока таких сортов именно, что повторяли полностью вкусовых качеств, таких пока нету, гибридов сортов. А если зайти еще южнее, опять-таки люди говорят, я ананас выращиваю. Ну, это совсем тропический, потому что фрукт уже. Точнее, не фрукт. Ну, в данном случае ананас можно выращивать, поскольку тропическая культура, как правильно сказали. Совсем уже. То есть, только если, опять же, на лето выносить в катках на улицу. То есть, ему солнце, важный момент. Солнце, свежий воздух, а зимой, естественно, хранить только лишь в крытых теплицах, в зимних теплицах. То есть, те, которые там, где есть отопление. Либо на балконе. На балконе, только, опять же, чтобы он был утепленный, чтобы ни в коем случае там не было пониженной температуры. А вкус-то вкус-то. Потому что у меня одна знакомая, она говорит, Ром, да можно на нас вырастить. Он просто будет не сладкий. Вот вы согласны? В принципе, да. Да. Естественно. Не будет таких сахаров. Содержание сахаров, она формируется именно только при определенных условиях климатических. Той культур, где оно изначально росло. То есть, в Мексике где-нибудь? Да. Где-нибудь там. По южнее. В южных, более в южных регионах. У нас такого, к сожалению. Только если вот так. Чисто, чтобы красивые растения получить, хорошо получили. Но если, опять же говорю, для души выращивать, то интересно посмотреть, что это такое, как растет. Давайте поговорим о такой вещи, как вот стоит, не стоит заводить дачу, потому что аргумент у дачников, таких фанатов, у них важный такой один. Моя картошка вкуснее или моя морковь. Так или не так? Максим? Тут уже каждому человеку нужно решать для себя. Нет, давайте объективно. Я вас спрашиваю как профессионалов. Мы отринем эмоции. Мне интересно ваше профессиональное мнение. Вам вот завяжи глаза, скажи, вот это картошка с дачи, а это колхозная. Вы отличаете на вкус? Скорее всего, нет. В данном случае, если я знаю, какие сорта, то же самое моркови, я выращиваю. Два одинаковых сорта. Два одинаковых сорта. Чаще всего вкус, вот вкус, когда моркови давали. Моя вкуснее, моя рассыпчащая и так далее. А эту есть невозможно. Может вкус корнеплода любого принципа овоща будет меняться от того, на каких условиях выращивался. Абсолютно одинаковые условия. Давайте наушный эксперимент. Абсолютно одинаковые условия. Абсолютно одинаковые условия. Климат стоял в этом году, точнее, погода стояла и так далее. Но я когда выращиваю, например, свою культуру, точно каждый садовод, огородник знает, сколько клинта уносит под свою морковку. То есть растет она на навозе, на перегное, или там носила я какое-то удобрение, или же обрабатывала от кормковной мухи в определенный правильный срок, обязательно, чтобы у меня все химикаты там ничего не осталось. Это одно. Или же, когда крупные предприятия, у них направлено все на производство, получение продукции. Конечно. И в данном случае, чаще всего, если предприятие занимается этим, то у них есть и необходимые средства для внесения должным образом необходимого количества минеральных удобрений. И? И в данном случае, если они не внесли слишком большое количество минеральных удобрений в куск корнеплода, будет меняться, то, что я вам по морковке говорю, будет меняться однозначно. Она не будет такая сладкая, и там будет, может, если очень большое количество минеральных удобрений, то будет даже меняться вкус. И самое главное, вот это содержание того, что если вдруг повысили содержание минеральных удобрений, внесение, да, дозы, то такая морковь практически очень быстро сгниет, она не будет храниться. из-за того, что внесли туда большое количество минеральных удобрений. Максим, а что можно сказать тем, кто говорит, а я вот покупаю картошку фермерскую, вот вы верите, что, ну, дескать, фермер тоже там все экологически чисто, вот действительно у фермеров экологически чистая продукция? Ну, на самом деле, экологическая чистота это все-таки такое достаточно условное понятие, да, поскольку я, например, не отлично, скажем так, по именно экологичности особо не стал бы различать все же органические минеральные удобрения, поскольку... Они и ту химию, дескать, не вносят, вот это может быть такое, ведь тоже, ведь фермер, он тоже делает, для него тоже бизнес, у него сдача максимально побольше, чтобы выросла, правильно? Ну, опять же, в теории можно вырасти без применения. У тебя бизнес, ты взял кредиты, которые тебе неохотно банк долго упирал, в долг, потому что не любят крестьяна давать еще... Ну, на практике это достаточно дорого, сделать что-то чисто так, чисто поэкологически безопасно, да, скажем так, технологии, чтобы у нас было совсем практически без каких-либо химикатов. Ты не опрыс это урожай, а его какой-нибудь долгоносик пожрет условный. То есть, вы верите вот в чистоту действительно, так называемой фермерской продукции или как? Ну, скажем так, я несколько сомневаюсь в ней. Светлана, вот вы сказали, что вот крестья... Ну, частник, который на даче работает, он внесет, как вы говорите, по науке и так далее. А вот из вашего опыта, вот вы как специалист думаете, а вот большой ли процент людей, которые занимаются дачей, почему они, раз, не одно, даже десятилетие, вот обладают, ты не знаю, действительно все делают, как вы говорите, по науке? Чаще всего те точники, которые имеют очень большой опыт, они уже имеют собственные какие-то... Вернее, они заметили, да, что та же там обработка настоем луковой чешуи, приносят пользу, отпугивают морковную муху, например. То есть в этот год помогло, в этот год на другой не помогло. То есть у них, уже у опытных, складывается определенный свой список того, чем обрабатывать растения от защиты вредителей болезней, что-то помогло, что-то не помогло. И большинство, настоящие, как вот сейчас показывает, практика и вообще разговоры, что чаще всего полагаются на биологические средства борьбы и обрабатывают химическими веществами только тогда, когда уже совсем все плохо. Потому что, опять же, опытные дачники, они делают профилактические обработки любыми биологическими препаратами, биологически активными препаратами. И уже, если уж совсем-совсем плохо, то обработать химией. То есть если делать профилактику народными средствами, работать хорошо. но, опять же, вот, например, у нас сейчас очень такая вредитель, злостный, появился, как медведка. Появился? Он давно уже есть. Давно, но дело в том, как-то все-таки раньше его не было в таком количестве, как сейчас медведка есть. Это буквально последние лет, наверное, 10. А чего вы объясняете? Объясняет, медведка живет только там, где вносим, опять же, органические удобрения. Там есть органика. Она просто зимует в органике, греется, ей там хорошо и комфортно. И еще медведка имеет такую способность, она может перелетать прыжками в довольно длинное расстояние. То есть, если кто-то, вот, появилась медведка у кого-то, привез с навозом из дальней, вот, захотелось мне привезти, как нас говорят, чернозем, какое-нибудь что-нибудь с южных регионов. Когда-то кто-то привез, и эта медведка пошла распространяться по нашим участкам. То есть, там есть органический навоз, обязательно появится медведка. И дан биологический способ борьбы с медведкой нету. Помогает вот только медвитокс, но только если под каждую, в каждую лунку, под каждое растение внести этот препарат. Иначе по-другому никак. Или же их ловить. Так называемые осенью. Ловушки, да. Осенью кучка навоза свежего лежит. Мы ждем сильного мороза. Засадь. Засадь, да. Сильный мороз прошел. То есть, медведка забралась в этот навоз зимовать, а мы вот такие гады пришли после сильного мороза. Этот навоз мерзший, разбрасываем. И если где-то... Мерзает, понятно. Да, они... То есть, главное, можно поймать, но нет никакой ранней, что не прилетит с соседнего участка. Максим, а вот еще один аргумент у, опять-таки, любителей дачи. И я вот, кстати, с этим согласен, что свой лук или своя... Свои помидоры, к примеру, они реально хранятся дольше. Вот правда. Почему помидоры, которые ты соберешь на даче, они у тебя просто в коробке лежат дома, и они довольно долго лежат. Ну, никакой покупной помидор так долго лежать не будет. Он продолжит, максимум, не знаю, дней пять, это в лучшем случае. Вот почему так происходит? Ну, опять же, если в производстве используют большое количество удобрений, да, то есть, после именно насыщения теми же нитратами, да, они хуже хранятся, да, соответственно, если дачник умеренно, да, применяет какие-то, может быть, удобрения, там, минеральные, органические, то есть, соответственно, при сборе, да, если механизированная уборка у нас идет, да, то есть, могут какие-то микроповреждения на плодах быть, да, из-за этого потом, соответственно, плод начинает быстрее портиться. То есть, дело не в сорте? Ну, от сорта лёжкость тоже может да, то есть, но он является одним из факторов, да, неопределяющих в данном случае. А тут, если соблюдена технология выращивания, то да, на самом деле, такие, и чаще все дачники собирают помидоры не в полной спелости, да, а в бурой спелости, чтобы положить в темноту, в ящик, а если здесь туда еще положить яблоко для вытеления этилена, что созревает ускорение томатов. То есть, такие помидоры будут храниться просто дольше и постепенно их созревание. Потому что, если мы все соблюдали, без всякой химии такие помидоры будут храниться дольше, чем покупные. Ну, хорошо, помидоры, все это можно съесть, понятно, яблоки и так далее. А вот, что можно сказать тем, кто скажет, а я не хочу сажать, иногда еще не для того, чтобы пожрать еду, я хочу для эстетического удовольствия, то есть, а как можно украсить свой участок, если человек, у него концепция вообще никаких помидоров, никаких там смородины и так далее, у него концепция именно сделать сад. Что у нас, в данном случае, если кто-то захотел сделать свой участок именно как сад для души, для отдыха, не для яблок, не для груш. Пускай будет так, хотя потом, как показывает практика, очень часто потом захочется что-то посадить, чтобы было... Так и так растет же. Именно, чтобы подойти, если покупает семья участок, да, вначале сажают растения, которые чисто для красоты, для отдыха, но если у этой семьи появляются дети, им, наверное, потом захочется посадить то же самое смородину, чтобы ребенок поел клубнику. Чтобы подошел, не собирать, а чтобы он с куста кушал. Это так хорошо, так приятно. А так, в данном случае, естественно, прежде чем сажать растения, нужно составить план участка, определить зоны стороны света, где какие культуры посадить. Затем, в зависимости от расположения участка, посмотреть, сейчас в интернете можно найти любую информацию, какие холодостойкие культуры, светолюбивые, тенелюбивые, из того ассортимента, который есть, выбрать то, что нравится. Как, опять же, показывает практика, повторюсь, опять же, у нас очень хорошо растут хвойные, потому что у нас зона такая. Хвойные... Если касать необыкновенную, то если обыкновенная, сейчас большое количество декоративных форм, которые вы ни в коем случае не скажете, что это ель обыкновенная, то есть это небольшая или как? Может быть, именно компактная. То есть, если у нас правильно сформированная елка, она будет у вас невысокая, с голыми веточками, а пушистая, как шарик, если правильно сформировать определенный период. Туя разнообразная, или шаровидная, например, туя даника, или пирамидальная, смарагта, все что угодно. Можжевеленький, казацкий, который у нас очень прекрасно растет и не вымерзает никогда. То есть, предпочтение дают хвойным. Они, во-первых, создают красоту, а во-вторых, выделяют еще вещества, препятствующие размножению различных болезнотворных микробов, что актуально в настоящий момент сейчас. И если у нас дача для отдыха, то большое количество... То есть, чаще всего сажаются именно многолетние культуры. Я говорю, хвойные только один из... Можно большой ассортимент составить многолетние древесные культуры, кустарники, многолетние цветы и обязательно большое количество занятое газоном. помните, вот модно японский сад реально у нас развеется? В данном случае можно, только как берется элемент японского сада, это создавание ракария. То есть, это любого цветника с использованием камней. в зависимости от того, сколько вы готовы выделить площадь под ваш ракарий. От этого уже выходит размер камней, размер растений. То есть, естественно, если у нас участок маленький, мы же не посадим ту сморакту, которая высветит 5 метров. Нет, мы немножко выберем что-нибудь поменьше. Главное, изучить ассортимент и выбирать растения целенаправленно, а вот не поехать в центр садовый. Мне это нравится, я это куплю. Потом придумаю, куда посадить. Нет. Лучше, правильнее составить план себе своего цветника, который будете вы создать, потому что цветник в правильном понятии это не только многолетние цветы или однолетние, а цветник это сочетание цветочных декоративных культур. То есть, это может быть и деревья, кустарники, цветы. Это будет все оставаться над цветником. И тогда уже в зависимости от того, какая территория раскладывается или горка, или плоская, раскладывается камня в определенном порядке, то есть тоже очень, если об этом говорить, это много можно сказать. И затем сажаются уже растения. То есть, можно. Главное было бы желание и умение. И знание. Что вы хотите создать. Максим, а вот кто-то, кто не имеет возможности ездить на дачу, неважно, денег нет, для меня, наверное, на участок, а можно, по-моему, разговаривать, что-то вырастить дома? Вот сейчас начался сезон как на подоконнике, так и на балконе. Ну, можно какие-то зеленые культуры, да, может быть, салат, потом лук можно посадить и, соответственно, по мере там надобности срезать на его. Гузели, к примеру. Да, огурцы вполне себе можно хорошо выращивать, да, на балконе. Только обязательно огурцы портенокорпические, то есть те, которые не требуют насекомых для напыления, опыления. Самоопыляемые. Они так называемые портенокорпические или самоопыляемые. У них происходит опыление, то есть получается зависть, происходит процесс двойного оплотворения без участия пыльцы, насекомых, то есть пыльца опыляет, но без насекомых. Это происходит процесс. И образуется огурцы. Там, конечно, будет меньше количество семян или они будут невскожими, но для... есть, к примеру, красный. Можно? Дома. У меня опыта нет, но... Есть, есть. Есть специально маленькие миниатюрные сорта. Например, вот сорта перцев не скажу, а томат есть балконное чудо. Они вырастают очень компактными, образуют плоды черри, то есть очень-очень мелкие. Это как раз-таки для балкона. На балконе они плохо растут, а на балконе будут себя чувствовать прекрасно. То есть при желании можно, да, создать себе маленький мини-садик. Ну да, все-таки бывает. Да, да, да. И на балконе можно сделать. То есть, конечно, морковку не будем выращивать на балконе, но зеленые любые, пряные и небольшие вот эти овощные культуры, которые именно вот перец сладкий или декоративный есть горькие перцы, очень красивые, симпатичные, томаты, огурцы можно выращивать на балконе. А те же самые южные какие-нибудь, не знаю, апельсины, там лимоны дома вообще можно вырастить? Им все равно эти культуры, которые для их правильной, нормальной вегетации нужен свежий воздух. Поэтому все равно, как правило, если выращивать такие культуры дома, то им нужна очень большая площадь и опять же желательно на лето выносить на улицу в катках. То есть, им нужен свежий воздух. Потом и освещение дома не всегда мы можем добиться тоже достаточно оптимально. Да. Тут там, что все эти южные культуры, они требуют, они так называемые растения короткого дня, им требуется 12 часов средний цветовой день. Наши... Ну, чтобы, да, такое солнце... Да, но, да, в данном случае наши... У нас не такой интенсивный свет, да, но световой день у нас обычно 14-16 часов. У нас растения растут длинного дня, да. И многих растений как раз-таки от цветового дня зависит тогда, когда они вступают в фазу полудношения. Тоже нужно надо учитывать у растений каких-либо. А если говорить о красивом эстетике розы, к примеру, можно вырастить на балконе? Можно, если постараться. Но, опять же, они только миниатюрные какие-то, миниатюрные виды, но это, опять же, растение, а если оранжерейное, то не на балконе, где малое количество воздуха будет, а на большом, если большой, закрыт. То есть, думаете, розы не будут? Ну, или плохо будет? Плохо будет. Особенно, если вы розу вам принесли... Когда нам дают розу в горшке, да, мы очень хотим оставить дома. Но выращивать в оранжереях, по больших оранжереях перед продажей, там определенные условия, даже то, что влажность, соблюдение температуры. Дома мы такие условия создать очень сложно. Но если вы... У вас есть зимний сад, то есть большая территория, целая комната, зимний сад, это, конечно, смотрится очень красиво. Там приблизительно создать условия можно те, которые в оранжереях. Зимний сад есть у Врамовича, я думаю. У обычных граждан, дай бог, на балконе было бы место. Да. Можно там, но хотя бы мне знакома была на даче, у нее есть зимний оранжерея, там прохладно зимой, но там, конечно, даже такое небольшое помещение, смотрится очень хорошо. Осталось меньше минуты. Что по советскому, самый главный совет, дадите датчикам, причем как опытным, так можете только собираться. Не бояться работать руками на своей земле и получать от этого удовольствие. Да, совершенно верно. То есть определить для себя цель, для какой вам нужен участок. И, собственно, таким образом его используют. Да, если это попытка получить урожай, соответственно, сажать на больше всего. А если просто для отдыха, то есть больше декоративной культуры, ну, можно разбавлять какими-то такими неприхотливыми, легкими выращиваниями, может, зелеными там и так далее. Ну, что ж, это была программа «Тема дня». Дачный сезон вот-вот начнется, поэтому, как вы слышали, не бойтесь трудиться, отдавайте себе отчет, что дача – это тяжелый труд. Ну, а еще, конечно, такой главный вывод, который я сделал для себя, советуйтесь профессионалами, в интернете смотрите. Не нужно заниматься, по-моему, говоря, самодеятельностью. Тогда у вас вырастет то, что должно в нашем климате расти, а самое главное, будет много и вкусно, ну, или красиво, если это какие-то цветы. Спасибо большое, уважаемые друзья. Это была программа «Тема дня». Хорошего вам урожая. До свидания. Всего доброго.